Суббота, 26 июня, год 2021. Гора Крестовая, 20 часов 50 минут. Добрый вечер, Пермский край. Это телеканал Веста. В прямом эфире для вас из Губахи, с горы Крестовой. Десятый юбилейный фестиваль тайны горы Крестовой начнется буквально через 9 минут, и мы его обязательно покажем на весь Пермский край. В этот раз, как и 10 лет назад, фестиваль открыл Пермский академический театр оперы и балета показом своих знаменитых балетов «Половецкие пляски», «Видения», «Розы», «Умирающий лебедь». Завершил программу торжественного открытия «Польский бал». Последняя на сегодняшний день балетная премьера театра. Классический хореографический шедевр первой половины 20 века из второго акта оперы Михаила Клинки «Жизнь за царя». Сегодня мы ждем чудо, как всегда, чудо творчества. Погода нам благоволит. И я думаю, что мы все получим просто необыкновенные впечатления. Если сравнивать с прошлым годом, то погода действительно подарок. В 2020-м было плюс 14 и дождь. В этом году некоторые зрители были даже в шортах и футболках. Юбилейный фестиваль – событие особенное. Организаторам нужно прыгнуть выше головы и продолжать удивлять зрителей. Конечно, есть сложности, потому что открытый воздух, ветер. Есть опасность, травма, опасность. Но ребята – большие профессионалы. И у нас была уже репетиция. Мы все проверили. И пока что чуть-чуть все хорошо. Было непросто. Десятый фестиваль. Особые внутренние планки, которые мы на себя взяли. Плюс та ситуация с ковидом, которая происходит, и те ограничения, суперразумные ограничения, которые на нас накладывают. Но, тем не менее, команде удалось. Замечательным партнерам с Фернским театром оперы и балета. С красивыми, в том числе и премьерными балетами. На открытие можно было попасть только при наличии отрицательного ПЦР-теста, либо сертификата о вакцинации. Эти требования сохранятся на протяжении всего фестиваля. Тем не менее, зал под открытым небом был полон. И так ровно 21 час. Торжественное открытие фестиваля. Добрый вечер, Кубаха! Здравствуйте, гости Кубахи! Мы приветствуем всех тех, кто присоединился к нам благодаря онлайн-трансляции. И, конечно, всех, кто сегодня присутствует здесь, на территории Рудянского споя. Добрый, добрый вечер, друзья! Поприветствовал зрителей, а также поздравил Кубаху с юбилеем со сцены депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян. Сегодня будет прекрасное представление, будет прекрасный балет. И будут наши друзья, Пермский театр оперы и балета, с которыми мы начинали этот авантюрный проект. Потому что, когда первый раз мы провели его, мы даже не представляли, что это такое и как можно на гору вывести Пермский театр оперы и балета. Это герои, это люди, которые сегодня выйдут и своим прекрасным выступлением вместе с нами отметят 10-й юбилейный фестиваль. Хочу поздравить наш родной город Губаху с 80-летним юбилеем. Можно ура кричать? Ура! Губаха – это мощный, сильный, развивающийся город. Мы развиваемся, развиваются дороги, инфраструктуры. Вы приехали сюда по прекрасным дорогам. Поверьте, дороги будут еще короче, еще лучше, город будет еще краше. Далее – умирающий лебедь. Невероятное зрелище в лучах закатного солнца. Завершилось первое отделение балетом «Видение розы», где юная девушка беседует с призраком цветка, который был накануне на ее бальном платье. Первое отделение длилось около часа. Сразу после – антракт. У артистов театра в этот день также был свой небольшой юбилей. На сцену фестиваля за все 10 лет они поднялись в пятый раз. Тайны горы Христовой – театральный ландшафтный фестиваль, который проходит с 2012 года в Губахе на горе Христовой в вершине хребта Рудянский спой. На Крестовой свои программы и спектакли помимо Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского показывали Московский театр Алексея Рыбникова, театр балет Евгения Панфилова, Пермский академический театр-театр, Пермский губернский оркестр, Башкирский государственный театр оперы и балета. Одну из главных целей, которую преследовали организаторы еще тогда, 10 лет назад – сделать театр и вообще высокое искусство доступным для всех. Эта идея нашла отклик у гостей, и многие компании поддерживают ее до сих пор. Мы каждый год в Москве делаем активность, уютно, комфортно, классно, поэтому всем жителям Пермского края рекомендую приезжать сюда. На следующий год собирайтесь, бейте все, бейте детей, я надеюсь, что мы с вами сделаем все для того, чтобы в следующем году, вновь. Во втором отделении зрителям была представлена премьерная постановка «Польский бал» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Вечер получился действительно красивым. Балет, музыка, закат и невероятные эмоции зрителей. Супер! Вообще классно! Я так хотела сюда, уже, ну вот, как они начались, я все так хочу, а у меня у родителей годовщина завтра. И, как бы, мы никак не можем, все время у нас праздник, какие-то дела, какие-то эти… И тут, наконец-то, я сказала все родителям, я не могу, мне надо, очень надо сюда. Ребят, скажите, вы вообще, вы ботинские, пермские? Пермские. Пермские. Вы, скажите, в театре оперы балета бываете? Да. Конечно, бываем. Вот, насколько велика разница, вот, смотреть там и смотреть здесь? Ну, прям разница есть, то есть здесь более атмосферно, я бы сказал, тут прям место такое пропитанное энергией, вот, и закат, это просто вместе чудесно, чудесно. Шедевры на сцене и вокруг сцены, вот это очень, прям, воодушевляет. Открытие 10-го ювилейного фестиваля Тайны Горы Крестовой состоялось. Завершился вечер праздничным фейерверком под знаменитую «Грозу» в исполнении Банессы Мэй. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!